Айрон Фиш. Сила неполегливости. Зважена рассудливість. Стійкість до випробувань. Невычерпна міць. Турнір Айрон Фиш. Сила. Рассудливість. Стійкість. Міць. По итогам жеребьёвки команд разместились в следующих зонах. Зона А. Спонсор зоны интернет-магазин Трофей.шоп. Ибиспро. Биби Аш Берегова. Артик Фокс. ВПМ. Ибисбрейн Львив. Геофиш. Фишинг Тим. Флагман Флетмастерс. Карп Спот Е95. РФ Тим. Энгри Бёрдс. Зона Б. Спонсор зоны Карп Про. Трофей. Валенс Групп. Технокарп Тим. Зэмэкс Львив. Секрет Карп Стайл. Фан Фишинг. Хантер. Фэмили. Платва. Файна Компания. Актив Львив. Два карася. Зона С. Спонсор зоны Зэмэкс. Карп Про Джуниор. Брайан Бразерс Тим. Зэмэкс Украина. Сиэн Эр Фишинг. Интернациональ Брейн. Аквариус Брейн Львив. Вдала Рыбалка. Вайлд Карп Ривне. Траппер Украина. Халибут. Чили Пепперс. Приветствую. С вами команда Трофей. Меня зовут Чихман Тарас. Мой напарник Максим Сальник сейчас перезабрасывает с Настей, готовит очередные насадки. И мы находимся с вами на седьмом этапе Кубка Айрон Фиш. Ну уровень проведения он сразу был высоким. Не могу сказать, что прям он кардинально отличается. То есть да, некоторые моменты, которые были в прошлом году в минусе, в этом году исправились на плюс. Доработались новые фишки, новые там какие-то интересные полезности для людей. Изначально был формат турнира высоким. Поэтому не могу сказать, что он как-то стал сильно выше. Очень выросли. На самом деле выросло количество команд. Их стало значительно больше. Где-то раза в два. Выросла ответственность команды, выросло понимание команды, что это все-таки турнир с серьезным подходом многих команд, куда люди вкладывают большие суммы денег, много сил на тренировки, много своего времени. Ездят, готовятся заранее, прорабатывают стратегии, тактики, подход, оснащение, оборудование, прикормки, насадки. Поэтому, конечно же, команды выросли и стали более профессиональными и осмысленными их действиями. Ну, Максим раньше рыбачивал с такими фидерными катушками. Я рыбачивал. У меня были фидерные такие маленькие катушки небольшого размера. И, в принципе, я уже использовал к моменту старта Айронфиша карповые катушки на фидерных удилищах, для того, чтобы максимально далеко был выброс. С ними действительно как-то прикольнее работать. Реально дальность увеличивается, увеличивается скорость выматывания снасти. Поэтому мы перешли в этом году, у нас там 6 катушек на 2 рабочие и 4 запасные классические карповые с таким размером шпули, с 14-м. Резка лучше укладывается на таких шпулях. По поводу палок, рампейджи. Хорошие палки я не так давно ими ловлю. Они понравились тем, что у них какая-то такая золотая середина между посылистостью, то есть жесткостью удилища и моментом вываживания, то есть когда ты получаешь какие-то удовольствия от вываживания. Потому что много спортсменов используют очень жесткие палки, ну такие дрыны-дрыны. Это делается для того, чтобы максимально далеко послать свою снасть, чтобы она там, насколько может спортсмен, настолько и улетела. Обычно это там 130-140 метров и дальше. Это уже такая предельная дистанция по забросу для спортсмена, который увлекается фидерной рыбалкой. С рампейджами так нельзя, потому что у нас, по крайней мере, максимум 128 метров получается забрасывать, когда он не проваливается, когда нормальный получается заброс, постоянный, не там единичный какой-то случай, а вот такой более-менее постоянный и стабильный. То есть, в принципе, это да, вот золотая середина. По Айрону, ну, если он будет, то да, я буду участвовать. Мне это интересно, мне нравится атмосфера единства со многими спортсменами. Действительно, все люди, очень много людей открытых, ну, по крайней мере, тех, с кем я общаюсь. Ты приходишь к ним в гости, как к себе домой, тебя усаживают, тебе там чай, кофе, ну, что угодно. С тобой общаются все на равных, ты общаешься на равных, ты делишься секретами. Я вчера ловлю рыбу, например, звоню там нашим друзьям с команде Family, они мне говорят, на что у них клюет, я им говорю, на что у меня клюет. То есть, ну, ну, как бы, таких примеров масса, и слава богу. И дай бог, если турнир будет, дай бог, чтобы таких примеров было еще больше, чтобы люди были более сплоченными, открытыми для общения. У меня не будет на финальном выступлении, там Максим будет выступать, ну, не знаю, с Вовой, наверное, Журавлевым. Я хочу пожелать, чтобы этот финал был, ну, вот, намного более результативным, чем, например, этот этап. Чтобы все-таки это будет сентябрь, рыба будет, я думаю, более активной. Чтобы была такая вот динамика поклевок по всем зонам, всем командам, чтобы все остались на фоне этого финала довольны. Довольны прошедшим годом, довольны этим финалом, довольны тем, что вообще они попали в такую движуху, как Айрон Фиш, в эту, ну, в шутливой форме название Секту. Поэтому хочу пожелать всем хорошего финала, чтобы действительно вы получили кайф. Я не буду желать, как Дима Барсук, всем удачи, я просто пожелаю хорошего финала. Ну, а в следующем году, конечно же, самое главное, чтобы вы развивались, и если вам нравится это занятие, то ездите, приезжайте на Айрон, приезжайте на другие турниры, ездите на правильные рыбалки, развивайтесь там по любым моментам, по прикормочным, по насадочным, как бы. Всегда есть у кого что спросить и получить ответ, и проконсультироваться. Поэтому желаю всем развития. Карпро Джуниор в составе Добровольского Андрея и Саксонова Андрея. Выступаем на чемпионате Айрон Фиш уже второй год. В основном, как бы, были на нескольких водоемах это Подкова, это Марьевка, это два раза на Кричевичах. Вот, на Кричевичах попали в финал. Организация турнира, по крайней мере, нам очень понравилась. Почему? Потому что приезжаешь, как в большую семью, постоянно ходят судьи, все контролируют, стараются, чтобы не нарушались правила. Водоемы, которые выбираются на Айрон Фиш, они самые классные, там всегда достаточно много рыбы, большое количество, ребята ловят, ловят достаточно много. Как бы, на Марьевке в этом году был поставлен рекорд водоема и рекорд Украины. Самый такой запоминающийся водоем, это, конечно же, Марьевка. Почему? Потому что рыбы очень много, и она почти вся крупная. Как бы, на турнире было поймано и 20 килограмм рыбы, и 15 килограмм рыбы. У нас на том же самом турнире сошла достаточно крупная рыба. Час пришлось с ней побороться, а там уже был досадный сход. Сейчас мы на Кричевичах, это седьмой этап Айрон Фиша. Сложно, очень сложно. Почему? Потому что с самого начала не было никакой активности на точке, постоянно постоянные перезабросы, постоянно кормились, и вот сейчас напарник мой кормится в этот момент. День почти мы из рук не выпускали сподовые удилища, за 50 литров, я думаю, точно высыпали. За 50 литров. Сейчас тоже добавляем, добавляем, добавляем. Но у нас была огромная ставка на ночь, что мы действительно возьмем свою рыбу ночью. Ну, в принципе, так и получилось. Где-то в 23 часа заехал первый маленький амурчик, и потом с часу ночи регулярные поклевки. В основном, как бы, надонные насадки, на тонущие бойлы, на варенку. Два карпа заехала на вафторсы. Перепробовали все, определить, что именно, не получилось. Все поклевки были абсолютно на разные бойлы. Хочу поблагодарить организаторов за то, что они действительно, как бы, телеканал-трофей, сделал такой турнир. Почему? Потому что можно поездить именно по топовым водоемам Украины, можно половить абсолютно разную рыбу, как бы, и мелкая присутствует, ее надо ловить на скорость. Как бы, очень интересные этапы. Каждый этап отличается, кардинально отличается друг от друга. К каждому этапу надо готовиться, готовиться скрупулезно, долго. Спасибо, ребята, они молодцы, они стараются поддержать это все. Ты приезжаешь, уже все, уже стоит палатка Iron Fish, уже тебя ждут, уже ты со всеми здороваешься, как бы, на каждом этапе переживают, приедешь ты, не приедешь, конечно, это очень приятно, как бы, что есть какая-то забота. Всегда перезванивают, будете, не будете, как, что получается у вас. Спасибо, очень, очень приятно. Мы, в принципе, с самого утра не ожидали рыбу, начали сразу плотно кормиться, так как сектор попался у нас не очень глубокий, промаркирились, детально посмотрели, глубина метр двадцать, на ста тридцати, потом идет небольшая обровочка и метр пятьдесят. Ну, конечно, будем участвовать, я думаю, примем участие, постараемся в больших этапах, чем в этом году. там, как получится уже. Хотелось бы побывать на крутой балке, к сожалению, у нас не получилось поехать, но увидел тоже достойные экземпляры, там попадаются, не хуже, чем на марьевке, конечно, не в таком количестве, но все равно очень достойная рыба. Хотелось бы туда попасть. Взяли некрупного карпика, но он изрядно повымотал нам нервы, потому что тянули мы его за десять минут, я уже сказал. Вот. И нам эта рыба была очень нужна, то есть уловы в зоне маленькие, и каждая рыба на вес золота. Вот. Амурчик на такую поклевочку, я ее называю поклевка боли, то есть свингер, буквально на один сантиметр опустился вниз, вот, сработал пейджер, я быстро к палке подсекаю, и такое впечатление, что это в траву, то есть здесь очень много травы, и, наверное, он по траве немножко пошел, было очень тяжело, но когда достал уже, получилось там два, семьсот двадцать, то есть не крупная рыба, а тоже так на грани, можно сказать. Поэтому здесь примерно сейчас посмотрим, ну, я думаю, там килограмма четыре-пять, плюс два килограмма амур, если на семь-восемь килограмм выйдем в зоне, то, может, будем и не последними. Так что... О! Направлялся к чужому сектору, мы ребят даже предупредили на всякий случай. Некрупный, казалось бы, карпик, а что творил? Ну, фрикцион прям вымотал почти весь. Ну, ничего, успешно. Вот, а так все супер. Напарник не подводил, хорошо угощал, не только нас, и кушать, и сока попили, да, немножко, то есть все нормально. Всем, да, всем все понравилось, так что Игорьку спасибо. Ну, до встречи, команда Zemex Украина. Пока. Всем доброго времени суток, команда FanFishing. Рада вас всех приветствовать. Что хотелось бы сказать после седьмого этапа. Во-первых, всем спасибо, организаторам в первую очередь, Максиму Сальнику. Отдельное спасибо за сей бренд, уже можно сказать в полном смысле этого слова бренд. Все замечательно. За два года все люди, которые здесь, ну, более-менее, постоянно участвуют, уже стали, можно сказать, одной большой дружной семьей. Каждый раз, когда едем на водоем, ждем этого с нетерпением, едем рады всех видеть. Первые дни, как правило, превращаются в грандиозное, радостное общение. Относительно самой рыбалки, лично, я от себя, что хочу сказать. За два года почерпнули очень много нового, приобрели колоссальный опыт, просто мега-опыт, ну, с моей точки зрения. Рыбалкой увлекаюсь, занимаюсь очень давно, с детства еще, но того, что вот за эти два года познал, сравнить с чем-то очень сложно. Сейчас получили удовольствие и от ловли карпа, и от ловли линя. Бойкие зеркальные карпики здесь очень, 4-5 килограмм. Большие рыбки тоже есть, и не хватает опыта всегда их выудить, выложить на берег, доставить. Будем рады, если этот турнир будет продолжаться. Всегда будем участвовать. Если в прошлом году, в этом году это было стремление больше к общению, к познанию, к опыту, то если в следующем году случится и будет этот турнир, то уже, наверное, есть желание попасть в его призеры. Самый большой плюс данного формата турнира это общение, это передача опыта, это познание опыта, это самосовершенствование, это может быть где-то передача своего опыта коллегам, в туре, конкурентам, так вообще по жизни, друзьям. потому что за все это время приобрелось просто огромное количество друзей, и если убрать формат именно 30-часовых соревнований, то все остальное время это просто мега-замечательная компания. мега-замечательная компания. Потому что уже шесть этапов позади, и мы максимально занимаемся тем, во всяком случае я, пересматриваю, что было сделано не так, что нужно было сделать по-другому. Приходит понимание, пришло понимание того, что выездов на выступления, даже с тренировками, абсолютно недостаточно. Если бы был какой-то тренировочный процесс, более объемный, накануне, например, те же Кричевичи, накануне тренировки, возможно, результат был бы лучше, и мы бы не ждали уже в районе пяти часов первую рыбу. Работа над собой, наверное, да. И самодисциплина, потому что очень важно, чтобы мы додавали себе отчет, что все проделанные нами ошибки, это самое такое злободневное, они должны быть подмечены и проработаны впоследствии. Да, минимизированные, во всяком случае. Чтобы не складывать ведра задом наперед. Это очень часто бывает, когда я помню, как мы складывали лагерь за час и собирали его шесть. Ну, образно говоря, конечно, это примерные цифры, но не было такого. И потом, когда мы расчертили схему, что ставится, какая очередность, что где стоит, что где лежит и что потом в обратном порядке собирается. Логистика дорабатывается с каждым сезоном. Какие-то вещи выбрасываются. Мы оптимизируем, да, мы оптимизируем свои сумки. Я думаю, мы вообще концептуально подойдем к логистике в следующем году по-другому, но это уже, наверное, отдельный будет, отдельный разговор, отдельная беседа. Мы все, мы с удовольствием, да, все покажем. Я думаю, многие команды возьмут на заметку. Это будет объективно, удобно. Безумно приятно, когда к нам в ИБИС приезжают люди, которых мы, в принципе, мы с ними не знакомы. Они знают нас по телеканалу Трофей. Они советуются, они прислушиваются к нашему мнению, им интересно пообщаться. Даже тут нет какой-то коммерческой подоплеки. Человек уходит, ну, с багажом какой-то информации. Это приятно поделиться. Интересно, интересно. И самое важное, что мы понимаем, что люди будут больше узнавать и будут, ну, рано или поздно, делать тоже какие-то выводы, какие-то ошибки будут исправлять. Это будет такая вот в разрезе нашего всего движения огромная такая победа с точки зрения, не просто там я человеку рассказал, он поехал поймал, а с точки зрения глобального опыта. То есть мы все вместе научили, показали людям, как это круто. Не дали, не вселили в голову какой-то шаблон, по которому человек должен действовать. Мы больше стараемся человека заставить думать, анализировать. Водоем, прикормки, поведение рыбы. Так гораздо интереснее, чем следовать каким-то шаблонам. Что физика тоже важна. И на турнике тоже нужно подтягиваться. Это помогает забрасывать дальше. Мы обещаем этим заняться к следующему этапу. Вот, я хочу передать привет своему отцу, моему самому крутому болельщику. Человек, который переживает всегда в три раза больше, чем я, готовится. Там, пусть он и косвенно как-то к этому причастен, но все равно это, наверное, самый переживающий человек с Iron Fish. Я всецело ему очень благодарен. И каждый раз, когда я приезжаю, он, даже если плохой результат, он говорит, ну, все было классно, там, типа, не парьтесь. Это было круто. И от меня его батя пламенный привет. А я со своей стороны, наверное, хочу передать привет. В первую очередь, любимому человеку. Я тоже передаю тебе. Да. Как поделитесь? Своей маме, безусловно, потому что она меня во всем поддерживала. Даже в тех не самых хороших моментах, которые я там в жизни исполнял. Как-то так. Люди, которые могут выдержать стирку карповых мешков у себя дома, это заслуживает отдельного титанического уважения. Сто процентов. Iron Fish. Финальный этап, назовем это так, крайний этап турнира Iron Fish подошел к концу. Я вас с этим поздравляю. Давайте похлопаем друг к другу. Очень сложно, очень сложно, очень неоднозначно Кричевичи подарили нам большую борьбу, с которой вы справились на ура. Давайте этому тоже поаплодируем. Ура! Всем командам хотелось бы спасибо за то, что принимали участие на протяжении года в отборах. Позади у нас седьмой отборочный этап и впереди у нас финал. Со многими командами, которые я вижу, мы встретимся в финальном матче, который пройдет на водоеме Кричевичи. Кто, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не попадает. Ну, как бы, спасибо за борьбу. Спасибо, ребята, за то, что были целый год с нами. И лучшее у нас всегда еще впереди. Когда что-то заканчивается, начинается что-то хорошее. Ура! Будет вам. Ну что ж, начнем с зоны А, как всегда, награждение. Третье место. 35 килограмм. 480 грамм. 7, 7, 720, самая крупная рыба. Третье место. BBH Берегова. Ваши аплодисменты. Ребята заработали джокер. Выбрали сами себе сектор. И заняли третье место. От трофея шоп. На 2000 гривен. Сертификаты, конечно же, диплом. И ваши аплодисменты, друзья. Би-Би-Аш-Берегова. Второе место. 54 килограмма. 660 грамм. 9, 180. Самая крупная рыба. Карп Спот Е-95. Ваши аплодисменты. К сожалению, не вырвались на первое турнирное место. Но есть еще финал. Есть еще возможность. Ваши аплодисменты. Карп Спот Е-95. Первое место. Зона А. 57 килограмм. 560 грамм. 7500. Самая крупная рыба. Ученики превзошли учителя. Арктик Фокс. Ваши аплодисменты. Ребята, по-моему, стояли почти в том же секторе, как и в прошлом году. Если я не ошибаюсь. И все равно выиграли и заняли первое место. Ваши аплодисменты, Арктик Фокс. Переходим к зоне Б. Третье место зоны Б. 24 килограмма. 840 грамм. 4,880. Самая крупная рыба. Фан Фишер. Ваши аплодисменты нашим хорошим. Второе место зоны Б. 29 килограмм. 740 грамм. 9500. Самая крупная рыба. Файна Компания. Клопаем ребятам. Молодцы. Стабильно. Красиво. Прямо из космоса. С якорями. И Нью-Йорк. Все как полагается. Ваши аплодисменты. Файна Компания. Второе место. Это круто. Зона Б. Сложная, но ножная. Первое место зоны Б. 17 рыб. Это общее количество. 60 килограмм. 700 грамм. 7,260. Самая крупная рыба. Команда Фэмли. Первое место зоны Б. Красавчики в рубашечках. Я тоже? Можно? Хлопаем Фэмли, друзья. Переходим к зоне С. Третье место. Всего три рыбы. 12 килограмм. 700 грамм. 4,440. Самая крупная рыба. Брэйн Бразерс Тим. Ваши аплодисменты. Господа барманы. Наконец-то. Наделали каких-то коктейльчиков. И заработали третье место. Ваши аплодисменты. Брэйн Бразерс Тим. Второе место. Три рыбы. 16,680 общий вес. 11,120. Самая крупная рыба. Халибин. Красавчики. Наша Витальничка. Первое место. Зоны С. 5 рыб. 22 килограмма. 260 грамм. 7,580. Самая крупная рыба. Карп Про Джуниор. Хлопаем, ребята. Молодцы. Красавцы. Умницы. Большие молодцы. Переходим к призовым. У нас еще есть, конечно же, от фанфишинга. Фанфишинга. Замечательный приз, который получает команда Чили Пеппер за Амура. 12 килограмм. 800 грамм. Березовый сок. Ваши аплодисменты. Фанфишинга. Чили Пепперс. Красавцы. Спасибо. Номинация Биг Пиш. 15,180. Зэмэкс. Львив. Третье место. 40 килограмм. 900 грамм. 12,800. Самая крупная рыба. Чили Пепперс. Зарабатывает бронзовый кубок. Бронзовые медали. Ваши аплодисменты, конечно же. И сертификат от Черного Пирата. Второе место. 64 килограмма. 380 грамм. Зэмэкс. Львив. Давайте их встретим хорошо. Молодцы. Красавцы. 65 килограмм. 600 грамм. 10,760. Самая крупная рыба. Победители этапа. Крутые мужики. Ну и просто красавчики. Микола и Алексей. И Писпро, друзья. Ваши аплодисменты. Спасибо вам большое, друзья. До встречи здесь, на финале, на Кричевичах. Спасибо вам. Спасибо Кричевичам. Спасибо всем нашим спонсорам и партнерам. Ну и вам огромнейший поклон. И до встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»